Иногда разные вещи оказываются похожими. В сентябре 8 числа выборы в Государственный совет Республики Татарстан. В принципе, 8 сентября единый день голосования и повод сравнить несравнимое. Например, Татарстан с соседями. Так получилось, что 8 сентября этого года изберет свой парламент и республика Мариэл. Сравнивать Татарстан с Мариэл, конечно, совсем некорректно. Но раз уж мы в одной большой семье народов Российской Федерации, то давайте поищем качественные сходства. Количественные искать бессмысленно. Слишком неравны республике. Красные директора новой эпохи. Кто идет на смену флагманам капитализма? На них пахать надо. Они и пашут. Крестьяне-делюкс. Парламент, что свадьба. Куда в нем без генерала? Татарстан и Мариэл один день двое выборов. Население Татарстана 4 миллиона человек. Население Мариэл 670 тысяч. Валовый региональный продукт Татарстана превысил 4 триллиона рублей. Республика платит 1 триллион налогов. Валовый региональный продукт Мариэл 247 миллиардов рублей. То есть не дотягивает и до четверти триллиона. Рассуждать про налоги смешно. Тут речь о дотациях из федерального бюджета, которые Мариэл получает ежегодно. В нынешнем году запланировано около 23 миллиардов рублей дотаций. Даже то, что обе республики национальные не особо сближает. Татары и тюрки, марийцы, корректнее называть народ Мари, представители финно-угорской группы. Но при всем этом общего не только то, что мы соседи. И в этом году федеральный сабантуй прошел в Мариэл. На самом деле выборы в парламент сравнивать корректно. Каждый народ ведь хочет лучшей жизни и достойных делегатов. Каждые выборы несут на себе отпечаток эпохи. Так вот давайте об этом. Сравнивать качественный состав парламентов вполне себе можно. Количественный сравнивать опять же некорректно. Госсовет Татарстана тупо в два раза больше. В нем 100 депутатов. В Государственном собрании Республики Мариэл 52 избранника. Халявы побольше, если вспомнить, что население Татарстана почти в 6 раз больше мариэльского. Но по депутатам разница меньше, чем в два раза. Ладно, не будем придираться. Богатый народ Мариэл может себе позволить более широкое представительство в парламенте мариэльских групп общества. Например, справоросов в Госсобрании Мариэл сейчас трое. Представить в Татарстане этот никчемный ужас невозможно. Но и эта досадная мелкая ошибка, скорее всего, она исправится в сентябре. Кто же станет депутатом, игра в которую раз в пять лет играют элиты с умеренным энтузиазмом? За 30 лет новых парламентов много чего было. Бабушки-националистки, главы районов, генералы, в прямом смысле генеральные директора госкомпаний. И вот тут не то накаркали, не то предсказали. Директора с погонами не хуже генеральских вновь заходят в парламенты регионов. Это общее даже для столь разных республик, как Татарстан и Мариэл. В Татарстане номинированный директор порохового завода Александр Лившиц. Не по списку, а вполне самостоятельно по прибрежному одномандатному избирательному округу номер 4. На второй заход ушел генеральный директор судостроительной корпорации Акбарс Ренат Местахов. Волжский одномандатный округ 31. Есть россыпь кандидатов от КАМАЗа, но тут дело не только в СВО повестке. Дело в том, что КАМАЗ, как градообразующее предприятие, традиционно держит в ежовых рукавицах набережные Челны. Тем не менее, КАМАЗ бриллиант в короне Ростеха. Списывать его со счетов не будем. В Мариэл номинированный Дмитрий Лобутин, Суворовский одномандатный избирательный округ номер 8. Главный инженер завода полупроводниковых приборов ЗПП. По Анциферовскому одномандатному избирательному округу с двух ног ворвется в новый созыв регионального парламента Андрей Бахматов. Он главный энергетик ММЗ Марийского машиностроительного завода. Если должность главного энергетика ММЗ кажется вам скромной, то не торопитесь с выводами. Увы, я не могу поведать вам детально о том, что делают завод полупроводниковых приборов и Марийский механический завод. Просто не знаю подробностей, да и допуска к военной тайне не имею. Но поверьте, по крайней мере, ММЗ делает многое для победы. Погуглите. Кое-что есть в открытых источниках. И, к слову, многие до сих пор считают, что Мариэл существует в виде отдельного субъекта России только благодаря Марийскому машиностроительному заводу да и обилию ракетных шахт в лесах. Иначе давно бы присоединили этот маленький краешек к более крупной области или республике. Но это вражьи домыслы и бабские сплетни. И вообще мы не об этом. Тенденция очевидна. Директора оборонных предприятий в эпоху активных боевых действий становятся гражданскими генералами тыла. В этом можно даже рассмотреть некий ренессанс института красных директоров. Наши самые маленькие зрители не в курсе. Но на сломе СССР так называли руководителей старой школы. На дворе уже был капитализм, а они никак не хотели встраиваться в рынок. Кто-то был выброшен приватизацией, кто-то тихо ушел, кто-то утонул. Причем далеко не в бурных водах рынка. Но сейчас мы не про Сибнефти Лицкевича, а ставим мемуары и на агент Кипевчих. Кстати, о реальных генералах тоже есть некоторые пересечения. В Татарстане избирается начальник Казанского Суворовского училища Валерий Миронченко. Он 33-й в партийном списке. Абсолютно проходное место. Захочет или нет Валерий Николаевич оставить мандат себе, посмотрим. Воинское звание Миронченко – генерал-майор. В Мариэл немного забавнее. Тоже по линии региональной партийной группы. Там немного иная система, не в списке. И вот в 12-й восточной региональной группе первым номером заявлен Сергей Мартынов. Он на первый взгляд, ну такое себе, сенатор. Представляет Мариэл в Верхней Палате. Никакого отношения к республике, разумеется, не имеет. Но зато в биографии имеет важную запись. С 2010 года находился на должностях высшего офицерского состава ФСБ России. Высший офицерский состав вроде раньше начинался с папахи, ну то есть с полковника. Но понадеемся, что и Мартынов, как минимум, генерал. Тусовки тусовками, а повестку сенатор отрабатывает. В Мариэл его ведет часто, но мероприятиях не обязательно глобального масштаба. Все больше мечей в парламентах – тенденция эпохи. Напоминаем, что поганый Запад воюет с матушкой России, а мы проводим специальную военную операцию для защиты нашего суверенитета. Так что мечей приходится ковать все больше, а кузнецы логично становятся депутатами. Но есть хочется всем и всегда, потому орало «некуда деваться, нужны не меньше мечей». И если в СССР директора передовых совхозов сидели на всех съездах целыми фракциями, то сейчас все возвращается. Только теперь это собственники и директора сельхозпредприятий. В Татарстане ярчайший пример – это Альберт Хуснулин. Он заявлен по-чистопольскому одномандатному, как системный инженер какой-то, прости господи, ИК, управляющий компанией-инвестор. Но все знают его как крупного лендлорда и руководителя аграрного сектора. Хуснулин из хорошей семьи, его отчество Маратович. 12-й в списке главной партии Татарстана – руководитель холдинговой компании «Акбарс» Иван Егоров. У этого чего только нет, но своими проектами в сельском хозяйстве он известен, пожалуй, в первую очередь. Сюда же, к метафизическим труженикам села, можно отнести всех тех, кто поставляет орала и прочие средства производства. Заявлены руководителка Татарского Россельхозбанка Ляли Кудерметова. Портсписок – 23-е проходное место. В Высокогорском районе «Триумф» на одномандатном округе караулит Азата Зиганшина. Он директор Татагра Лизинга. От глубокой переработки Дмитрий Самаренкин уже, кажется, вечный совладелец «Нефиса» и «Жирового комбината». В общем, список лучших комбайнеров и лучших друзей комбайнеров внушителен. В Мариэл руководителям колхозов тоже отданы ответственные участки работы. Одномандатные округа, где лучше бы не пускать коммунистов. Надежда Иванова поборется за мандат в Ронгинском округе. Она руководит колхозом Уилыш. Александр Павлов, председатель СХПК «Победа», попытается одержать победу в Паренгинском районе. Район, кстати, считается татарским. Местная многотиражка выходит на языке тукая. В Сернуре будет биться за мандат Владимир Кожанов. У него одноименный Сернурский сырозавод и, кстати, козья мегаферма в Сабинском районе Татарстана. Чувствуете пересечение? С Кожановым была веселая история, когда он пытался забороть на думских выборах местного коммуниста Козанкова, тот из другого известного совхоза, Звениговский. Но это другая история. Мандат депутата местного парламента Владимиру Кожанову вполне по плечу. В итоге мы имеем советы Меча и Орала. Нерушимый блок фронта и тыла готовится оформиться в государственных собраниях регионов. Оборонные директора цвета хаки идут в новые созывы, обнимая аграриев, людей земли, бойцов аграрного фронта, тружеников тыла. Из забавного народ наш любит спортсменов, они легко избираемы. В Татарстане взяли на борт грядущего успеха пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниза Зарипова. Зарипов без шуток выдающийся хоккеист, к тому же с приятной фамилией. Да, не знает татарского, да, из Челябинской области. Тут он как бы легионер татарстанской политики. Он свой, привычный. Второй легендой высоких достижений стал Владимир Чагин. Чагин выигрывал легендарное ралли Париж-Дакар столько раз, что все уже сбились со счета. Сейчас Владимир Геннадьевич практически гарантированно выиграет мандат в 23-м автозаводском избирательном округе. Увы, в Мариэл такого количества чемпионов и рекордсменов нет, потому все высокие достижения воплотит в себе министр спорта Лидия Бутюкова. 49-летней Лидии Александровне предстоит подставить рекорд, возглавив центральную региональную группу партии нашей великой. С замиранием сердца ждем триумфа. Возможно, вас смутит то, что Лидия Бутюкова не очень спортивно выглядит. Не смущайтесь. Во-первых, это лукизм. Работайте над собой. Во-вторых, Лидия Александровна, еще и министр туризма, а турист всегда должен нести запас питания с собой. Ну или в себе. А в-третьих, в Омской области, например, министр спорта вообще явно страдает ожирением и ничего. Это не мешает ему выходить на сцену фестивалей единоборств. Они там чуть ли не каждый месяц. Тенденция Совет Меча и Орала, разумеется, не единственная в новом избирательном цикле. Есть еще задачи сохранения кадровых депутатов, на которых держится работа парламентов. Есть вечные спикеры, которые прижизненные памятники сами себе. Есть, наконец, везде депутаты от Газпрома, которые сам по себе как влиятельная партия или фракция в Единой России. Позже мы вполне возможно поговорим еще и об этом. Пока, очевидно, тенденция, о которой мы много раз говорили. СССР 2.0 возрождает и Верховные Советы. Советы рабочих, крестьян и красноречивых доярок. В наших примерах нет лишь шахтеров-стахановцев. Но ни в Мариел, ни в Татарстане нет и шахт. Я про угольные шахты. Ракетные в Мариел как раз есть, и все об этом знают. Ну и об этом мы еще тоже, быть может, поговорим. Скоро увидимся. Это был... Ставь нам лайк на Ютубе, пиши комменты. И помните, что любые социальные реакции продвигают видео во всех социальных сетях. Мы будем рады даже вашим какашечкам в тележеньке. Ди-бли-ди-бли-ду, ди-бли-ди-бли-ди, всю правду расскажу, а ты на лайк, а ты на лайк нажми.